МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Псалтир увидели весной на аукционе Литфонда. За него просили 2,5 миллиона рублей. Это событие музейщики сочли эпохальным, так как само издание имеет мировое значение. Ранее книгой обладали только крупнейшие музеи России и Великобритании. Считалось, что сохранились только 24 экземпляра. Создателем книги является последователь первопечатника Ивана Федорова Андроник Тимофеев-Невежа. Он и создал в 16 веке псалтирь, книгу с молитвами на все случаи жизни, от начала до конца. Это самое дорогое приобретение музея на данный момент. А теперь о памятнике. Мы уже сообщали, что монумент Ивану IV Грозному сначала якобы незаконно установили, а потом убрали с постамента за несколько дней до торжественного открытия. Позже выяснилось, монумент теперь и вовсе не собирается устанавливать ни на набережной реки Серой, ни во Владимирской области в принципе. Брозового царя увезли из региона, о чем сказано на официальном сайте Фонда культурного сохранения России «Русский Витязь». Сам скульптор по отношению Александрцев к его работе крайне обескуражен, сообщает призыв. Вот цитата. «Он лежал в грязи, брошенный. Я не привык, чтобы к моим произведениям относились подобным образом. Со мной никто не связывался, ни руководство области, ни администрация района. А ведь под памятник мы сделали специальный пьедестал. Из 40 блоков в стиле 16 века он абсолютно гармонирует с памятником. Но теперь только он и остался. Мне сказали, что установка памятника возможна только после того, как будет проведено благоустройство близлежащей территории. Но это просто отговорка. В других городах порядок установки был иным. Мы делали постамент, на него водружали монумент, и потом шло своим чередом благоустройство. Разбивали клумбы, делали дорожки». Как сообщает газета «Новый город» Александров, местные власти уже официально отказались от блуждающего по просторам региона Ивана Грозного. Более того, они планируют вынести на общественное обсуждение будущее макета постамента. Инвесторы уже нашлись. Место для изваяния останется прежним. Правда, с даты открытия больше горячиться не будут. После презентации предварительного плана развития в СМЗ в Минкульте гендиректор Музейной империи Игорь Конышев устроил большую разъяснительную пресс-конференцию. Его идеи в министерстве одобрили. Теперь осталось доработать предложение с учетом мнения жителей региона. Срок до конца года. Свой доклад Конышев начал с самой острой темы. Русская православная церковь претендует на шесть объектов. Это Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном, Троицкая церковь и Золотые ворота во Владимире, Приказная изба Покровского монастыря, Спасо-Преображенский собор и Знаменская церковь в Суздале. 327-й федеральный закон дает на это право. Выходов два – менять закон или уговорить церковь отозвать заявки. Конышев надеется на конструктивный диалог, возможно, на совместное использование объектов. Тему продолжит Екатерина Зинурова. Одна из главных задач – увеличить эффективность используемых площадей. В Владимирских палатах из 6 тысяч квадратов площади под экспозиции используется только половина пространства. Остальное место занимают склады и мастерские, которые, по словам Конышевой, здания надо выносить. Для этого музей планируют купить Владимирский арт-дворец. По поводу цены стороны еще договариваются. Но такое приобретение обойдется музеем не меньше, чем в 100 миллионов. Здание, разумеется, более современное, нежели чем палаты. И конструктивно в том числе, и с точки зрения коммуникации, с точки зрения внутреннего устройства. Здание не является памятником, поэтому его проще приспосабливать под нужды фонда хранилища и стационарных мастерских. Такой же подход у Конышева к усадьбе Храповицкого, корпус хозяйственного двора, он планирует спроектировать под депозитарий и реставрационные мастерские. Там же хранить фонд дерева. А вот музей Хрусталя в Гусь-Хрустальном гендиректор ВСМЗ хочет перенести в здание бывшей богодельни, где сейчас располагается городская администрация. Для этого новое музейное пространство нужно еще подготовить. Появляются отдельно рекреационные залы, многофункциональные залы, и музей начинает жить, собственно, немножко другой жизнью, как классический современный многофункциональный культурный центр, который в городе просто необходим. В этом вопросе Конышева помогает директор группы компании ВЭМС и депутат областного ЗАГС собрания Алексей Русаковский. Он надеется привлечь большее внимание туристов к заводу Хрусталя, где расположена Образцовая. Там экспонатов не меньше, чем в музее. И еще немного о музеях. У будущего выставочного центра Никаса Сафронова во Владимире появляется ряд недоброжелателей. И дело тут не в здании старой аптеки, что на улице Георгиевская, а в самой фигуре художника и его творчестве. Недавно на своей странице в соцсети Facebook высказался известный художник, основатель единственной художественной школы в Коврове Виктор Бычков. Вот его слова. Искренне уважаемый мною Борис Борисович Французов. Ваш крик души по поводу возможного появления в нашем городе музея Н. Сафронова вселил в меня надежду, что не все пропало. Возможно, вся эта темная история с музеем Сафронова в нашем городе есть такая мощная пощечина живым, а также уже покинувшим нас художником земли Владимирской. Да и всем искренним ценителям русской культуры. Немного предыстории. Было это в начале 90-х. Прекрасно помню, как на телевидении в темной студии актер Гафт представлял еще никому неизвестного художника. Этим художником был Никас Сафронов. Были представлены на всю страну его творения. На мольбертах стояли иконы, так сказать, дописанные художником. У Николая Чудотворца вместо Евангелия сидела обнаженная дива. Такое же глумление было и с образами других святых. Сафронов спокойно объяснял, для чего он это делал, с такой же самоуверенностью, как выступает и сейчас. Отчего он появился на Владимирской земле. Уверен, что кормовая база в столице у него резко сократилась в последние годы. Писать портреты по фотографиям могут многие, да и пиарить себя научились не хуже Сафронова. А жить хочется широко. Вот и отправился Ловкач осваивать русские просторы. Комментариев от других деятелей искусства пока не последовало. Напомню, информация о том, что во Владимире появится музей Сафронова, была известна еще осенью прошлого года. Однако тогда она распространялась больше как слух. К другим новостям. Особенно запомнится минувшая неделя тем владимирцам, кто побывал на закрытии театрального сезона в драмтеатре. Помимо премьеры, о которой расскажем чуть позже, ноу-хау использования настоящего квадрокоптера в постановке. Если на спектакль попасть не удалось, то не переключайтесь. В спектакле нет ярко выраженных главных героев. Главные все, утверждает исполнитель роли бродящего актера Генри Александра Ладышев. Музыкальная тематика ему очень близка, ведь помимо служения театру артист играет в музыкальной группе. Правда, в образе более скромном, без трехкилограммовых ботинок, грима и выбеленных волос. Он всегда за творческие эксперименты, как визуальные в «Убийство Гонзага», так и постановочные, как в «Снах Гамлета», где Александр сыграл главную роль. Костюм, то, что вот это все появилось, вот эти вот кольца, этот грим. Естественно, в жизни я так ходить не буду. Но то, что есть такая возможность сделать это в театре, мне надо играть какие-то крайности, да, это, мне кажется, очень здорово. Офелия – одна из немногих шекспировских персонажей в спектакле. Ее исполняет новичок в труппе драмтеатра Ариадна Брунер. Для девушки это уже третья владимирская роль. У меня острохарактерная роль. То есть, естественно, как и в пьесе «Гамлет», Офелия скучает, ее волнует именно «Гамлет», и она плачет по «Гамлету». То есть все ее действия направлены к «Гамлету». Я включаю там такую детскость, а это я очень люблю. Поэтому, конечно, ребенка в себе проще включить, чем достаточно взрослую женщину. В новом сезоне владимирцы также увидят триптиха о «Гамлете». 27 октября на сцене театра сыграет классическую шекспировскую трагедию. 28-го – «Сны Гамлета» и «Убийство Гонзага». Анимационный фильм о муромских святых презентуют на дне семьи любви и верности. Спецпоказ «Сказа о Петре и Февронии» пройдет за несколько дней до праздника в Москве 4 июля в Храме Христа Спасителя. Полнометражный мультфильм – проект режиссера Юрия Кулакова, над ним он работал семь лет, бюджет проекта – пять миллионов долларов. В ходе создания картины ее авторы посетили мором, где хранятся мощи святых, чтобы досконально изучить историю того времени. Для озвучки одного из героев пригласили актера Ивана Ахлобыстина. Владимирская область непосредственно участие в создании кино не принимала, однако жители региона смогут увидеть фильм в кинотеатрах. Мы очень рассчитываем, что у мультфильма «Петре и Февронии» тоже будет хорошая прокатная судьба, потому что это для нас и пропаганда муромской земли, владимирской земли очень древней, потому что напоминаю, что Мурму в этом году 1155 лет. А теперь о том, как скрасить свой досуг, ведь впереди целых три дня выходных. Начнем с пятницы. Целую неделю с 9 по 15 июня ведущие музыканты современности будут радовать великолепными концертами. Международный проект музыкальной экспедиции состоится в четвертый раз. Художественный руководитель Борис Андрианов сумел объединить не только любителей прекрасного, но и путешественников. Экспедиция уже побывала в усадьбе Храповицкого, свято-введенском островном монастыре, усадьбе Танеевых и других значимых местах регионной страны. Четвертой экспедиции будет дан старт 9 июня на Соборной площади Владимира. Зарубежные российские звезды классической музыки выступят совместно с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина. Концерты состоятся также в Крестовой палате Суздали, усадьбе Голицынах и Юре в Польском Кремле. Изюминка этого года – опен-эйр у храма Покрова-Нерли, а также у храма села Кидыкша. С подробной программой и интерактивной картой музыкальной экспедиции вы можете познакомиться на нашем сайте trc33.ru. А в субботу, 10 июня, приглашаем вас на литературный вечер на летней веранде кофейни Куртыш и кофе. Читая стихи будут современные владимирские поэты, среди них Полина Исландия, Тихон Стулов, Татьяна Клокова и другие. Пропагандировать любовь к литературе начнут в 17.00 по адресу улица Гагарина, дом 5. В воскресенье сделаем небольшой перерыв, ведь 12 июня, в День России, во Владимире развернется большая праздничная программа. Узнать подробности можно на нашем сайте trc33.ru. В этот же день в рамках музыкальной экспедиции на открытой сцене у храма Покрова-Нерли состоится симфонический концерт. Начало 18.00. Следом за музыкальными кочевниками на будущей неделе стартует двухдневный международный марафон «Джаз Гром». Неизменным художественным руководителем фестиваля является пианист, дирижер и руководитель фонограф джаз-квартета Сергей Жилин. Именно этот коллектив аккомпанирует российским и зарубежным артистам, работает в программах «Голос», «Голос дети», «Две звезды» и «Достояние республики». «Джаз Гром» — это площадка не только для зарубежных артистов, но и возможность показать себя Владимирским. В этом году участие примут вокальная группа «Акапелла-экспресс», «Магдебург-трио» из Германии и другие. Начало концертов 15-16 июня в 18.30. На этом все. Смотрите телеканал «Губерния 33» и будьте в курсе самых важных новостей. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok